Это пример заполнения анкеты SC50 для подтверждения мелких исков. Small Claims Statement. Прежде чем мы начнем, заметьте 4 раздела на бланке. В первом разделе запишите информацию из ЦА. Это ваша информация. Во втором разделе запишите информацию подсудимого. Это информация о тех, кого вы судите. В третьем разделе вы описываете свой иск. Это ваш повод для суда, описанный детально. Четвертый раздел заполняется работниками суда. Вы оставляете этот раздел пустым. Теперь давайте начнем. Первым делом вы должны написать свою фамилию. Вот здесь. Следующим идет ваше имя. После этого справа вы записываете инициалы вашего второго имени или отчества, если вы их используете. Теперь запишите ваш адрес в бланке для адреса. Заметьте, что номера почтовых ящиков адресами не считаются. Вы должны использовать адрес вашей резиденции. Если вы частный владелец бизнеса, вы можете указать адрес вашего бизнеса. Доходим до места, где надо записать город, район, село или деревню. Если вы живете за чертой города Нью-Йорка, запишите ваш город, село или деревню. Нью-Йоркцы должны написать Нью-Йорк вместо Манхэттена или Бруклин, Бронк, Стейпн-Айленд или район Квинсер, где они живут. Теперь запишите двухпуквенный код вашего штата и почтовый код в бланке, где написано zip. В месте для дополнительной информации допишите всю остальную информацию, необходимую для того, чтобы ваш почтовый адрес был полным. Например, если вы частный владелец бизнеса, вы можете написать DBA, ввиду бизнес под названием и название вашего бизнеса. Или, если вам нужно, чтобы почта была послана на почтовый ящик или какой-то другой адрес, запишите эту информацию здесь. Если все описанное выше к вам не относится, оставьте бланк «Дополнительная информация пустым». Потом запишите ваш телефонный номер. Теперь подойдем к разделу «Информация подсудимого», где вы запишите информацию о том, кого вы судите. Помните, что вы можете судить как человека, так и бизнес. Если вы судите бизнес, напишите его полное название в первом бланке, где сказана фамилия или название бизнеса. Не забудьте добавить все сокращения, которые входят в имя бизнеса, как, например, INC, LP, LLC или корпорация. Заполните бланк «Имя», только если вы судите человека, а не бизнес. В таком случае запишите фамилию человека в том месте, где требуется фамилия. И имя там, где требуется имя. Если вы знаете инициалы второго имени, запишите их. В суде мелких исков вы можете судить только тех, кто живет в пяти районах города Нью-Йорка, так что найдите правильный адрес вашего подсудимого. В бланке, где запрашивается дополнительная информация, вы можете записать другую важную информацию, которая относится к адресу подсудимого. Например, если вы даете адрес места работы вашего подсудимого, вы должны написать INCARE OF и дать имя компании, где подсудимый работает. И запишите телефонный номер подсудимого, если вы его знаете. Теперь мы подходим к разделу ИСК. Во-первых, напишите денежную сумму, которую вы считаете вам должны. Эта сумма не может превышать 5000 долларов. Там, где требуется дата происшествия или сделки, запишите определенную дату, а не с какого числа по какое. Потом, если вы судитесь из-за автомобильной аварии, запишите место происшествия. Оставьте этот бланк пустым, если вы судитесь по другому поводу. Теперь переходите к разделу, который называется «Главный повод для иска». Пометьте один квадратик. Там есть несколько квадратов для пометок или галочек. Выберите тот квадратик, который более всего подходит как повод для вашего иска. Например, невозвращенный депозит или невыполненный договор. Если ни один из поводов к вам не подходит, опишите ваш иск в словах. В бланке опознавательные номера запишите номера билетов или чеков, которые могут понадобиться вашему подсудимому для того, чтобы понять, что это за иск. Если у вас таких номеров нет, оставьте этот бланк пустым. Теперь запишите сегодняшнюю дату. Отпечатайте анкету, нажав на символ принтера наверху. Нажмите «Ок». После того, как ваша анкета отпечатается, подпишите ее. Все, вы закончили. Субтитры создавал DimaTorzok